Каждый человек в жизни выбирает то, что для него важно. Это первое. Второе. Знаете, я абсолютно уверен, что современный энергичный преподаватель способен не только получать ту заработную плату, которая ему положена по должностному расписанию, но и, ну, как-то, так сказать, еще что-то заработать. Во всяком случае, я, когда был молодым преподавателем, работал на факультете, я просто много лекций читал, семинаров вел, и, в общем и целом, как-то мне удавалось сводить концы с концами. Ну и, наконец, последнее. Конечно, мы не отказываемся от тех решений, которые связаны с повышением заработных плат сотрудникам университетов, то есть зарплаты педагогам, преподавателям в университетах. Другое дело, что это невозможно сделать одномоментно, ну и должна быть разница. И здесь, я надеюсь, вы со мной тоже согласитесь между заработной платой ассистента, который только закончил университет, и заработной платой профессора, который уже много лет работает и который имеет свою школу. Все-таки здесь должен быть какой-то разрыв, который создает конкуренцию, возможность стремиться. Но самое главное, еще раз говорю, это личный выбор. Знаете, меня часто об этом спрашивают и по учителям, и по преподавателям. Это призвание. А если хочется деньги зарабатывать, есть масса прекрасных мест, где это можно сделать быстрее и лучше. Тот же самый бизнес. Но вы же не пошли в бизнес, как я понимаю. Ну вот. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...